Депутаты Жириновцы Мы предложили ввести новую категорию льготников, ветераны боевых действий, чтобы люди, у которых есть такой статус, имея автомобиль до 100 лошадиных сил, а это Жигули, Москвич, Запорожец, они могли не платить транспортный налог в бюджет Алтайского края. Вот такая была поправка, потому что в 33 регионах льгота действует для этой категории, потому что количественно другие категории, которые прописаны в нашем законе, их больше не становится, потому что героев Советского Союза у нас больше не будет, чернобыльцев тоже становится объективно меньше. Поэтому я считаю, что вот эти люди, ветераны боевых действий, они действительно заслужили такое отношение со стороны государственной власти, потому что в настоящий момент это действительно те люди, которые можно назвать патриотами в нынешней ситуации. Поэтому мы посчитали, что они объективно заслуживают такой льготы. Сколько человек это коснется и вот льгота, сколько она принесет им там, ну не знаю, там прибыли? На сегодняшний день в Алтайском крае ветеранов боевых действий 20 600. Должно быть добавление в виде, сейчас принято в Москве изменение в федеральный закон, признали людей воевавших в Таджикистане в 90-е годы тоже к этой категории. Ну и конечно после сирийской операции еще добавится людей, которые сейчас находятся в Сирии и даже обслуживающий персонал, он под эту категорию подойдет. — Вот в денежном эквиваленте, хотя бы приблизительно, сколько это получается? — Ну, в денежном, на человека или на... — На человека, да, вот конкретно на человека, вот сколько он получит? — Ну это, если достало шардиных сил, это тысяча рублей. — В месяц, да? — Почему? Нет, в год. — А, в год? — Тысяча рублей в год, да. — Ну такие уж большие деньги, почему это вызвал такой-то спортообсуждение? — Дело-то не в деньгах, дело-то во внимании к этой категории. Мы говорим о, сейчас говорим о патриотизме, да, о внимании. Мы считаем, время пришло, у нас очень мало уже остается ветеранов Великой Отечественной и приравненных к ним категорий. Поэтому теперь люди, которые воевали в Афганистане, в различных горячих точках, теперь государство должно обратить внимание, прежде всего, на эту категорию, на этих людей. Они это заслужили. Они честно выполнили свой служебный долг, и пора давать долги государству этим людям, потому что на них, наверное, и держится государственность. Они защищали интересы уже России в основном, многие, да, и еще Советского Союза, но и России, на этом держится власть, которая сейчас... — Может быть, то, что поправки в закон не были приняты, вызвано сложной экономической ситуацией? Просто элементарно денег нет в бюджете? — Нет, там, в общем-то, мы посчитали, и мы считали, ну, я докладывал, что наверняка бюджет бы никак не пострадал. Либо минимальные были бы потери, которые исчислялись бы там двумя-тремя сотнями тысяч рублей. Это для такой категории, для столько населения, вы понимаете, что это не предмет какого-то денежного спора. И мы говорили о внимании, и нас поддержали все ветеранские организации, и имени Павлюкова, краевая организация ветеранов Афганистана, и локальных конфликтов. Все единогласно дали нам бумаги, собирали собрания о бумаге поддержки, и речь не велась о деньгах, речь велась о том, что пришло время думать и об этих людях. — Может быть, этот закон каким-то образом пересекается с другими законами? Может, уже, не знаю, эти люди получают определенные льготы и так далее? — Естественно, есть у них определенные какие-то там тоже преференции по другим моментам. Но мы же говорим о том, чтобы в 33 регионах почти в половине есть такая. Причем Алтайский край хуже, чем наши участники боевых действий, ветераны. Чем они хуже, чем в Новосибирске? В Новосибирске есть такой закон, и есть такая льгота. В Москве, в Красноярском крае. — А ваши оппоненты что говорят в основном? Почему закон не прошел? — Они ничего не говорят. — Но обсуждение же было. — Да, обсуждение было. Они говорят, все правильно, мы, как бы, эти люди заслуженные, но мы вот против. Вы почитайте, там, есть же стенограмма. Ну, просто, ну, я не хочу негативно отзываться о своих коллегах, это некорректно. Ну, тот, кто в курсе, тот может это все посмотреть, все это в открытом доступе. — Ну, то есть вы отступились, да? Или все-таки будете предлагать в дальнейшем? — Нет, мы довели эту историю до голосования, мы знаем, кто против проголосовал. Мы, я думаю, что надо, как бы, эту историю в этом году рассказывать, кто как, какая позиция у какого депутата. Вот, ну, это может раз в год перед бюджетом, понимаете, если касается бюджетных годов. Можем к этому вернуться только на следующий уже год, чтобы летом или осенью, перед обсуждением бюджета. Мы увидели реакцию, но она нам, конечно, не понравилась, мы проиграли. 21 голос был за, 30 против. — Вообще, люди с какими проблемами обращаются к вам, вот, допустим, к вам конкретно, как депутату АКЗС, и вообще в партию? Вот сейчас, наверное, очень много каких-то социальных вопросов, потому что, ну, действительно, сложная ситуация. Там, зарплата не растут, цены выросли, и прочее, прочее. Вот как бы вы эти категории вопроса разбили бы? — Ну, категории вопросов очень жилищно-коммунальное хозяйство, огромный пласт. Вот, какие-то льготы социальные, да? Человек считает, что ему положено, а он их не получает. Приходится выяснять, все-таки, имеет он право, не имеет. Вот, в основном, конечно, все это касается социальной политики. Ну, и последняя тенденция, о которой мы сегодня с тобой говорили, это призыв в ряды российской армии. Молодежь желает служить, молодежь хочет служить в армии, молодежь хочет подписывать контракты. И сейчас проблема, очень много проблем молодежи по здоровью, и идет отбраковка большая. И вот люди пытаются все равно преодолеть это все. И мы даже знаем случаи, что в соседней области там молодой человек на 50 килограмм похудел, у которого было ожирение ради того, чтобы попасть в ВДВ. Вот это настоящий патриотизм, о котором мы говорим. Не какой-то спущенный сверху, костной. А вот это вот действительно, мы видим, что наше общество просыпается, пробуждается. И 200 тысяч человек на речном вокзале, когда прилетели стрижи, это патриотизм. И дети, которые стоят три часа ждут, когда пойдет бессмертный полк с табличками своих дедов и прадедов, и они терпят, и они идут, и получают от этого морального удовольствия вот это патриотизм. Поэтому что-то меняется в хорошую сторону. Вот я думаю, что мы на правильном пути. Андрей, ты, как я понял, хотел бы стать главой администрации города Барнаула, ну, мэром города Барнаула, да? По крайней мере, ты подал заявление, да? Ну, я ничего не подал, потому что вопрос сегодня должен решиться, либо да или нет, городские депутаты примут постановление или нет. Ну, я могу сейчас смело, ответственно заявить, что я буду подавать документы на конкурсную комиссию и участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности сити-менеджера. У меня есть свое видение ситуации, я участвовал в губернаторской кампании, у меня есть свои предложения по развитию нашего города, моего практически родного города, я здесь живу уже 45 лет. Вот, у меня есть другие подходы, не те, которые были использованы предыдущими руководителями. Я хочу их реализовать, поэтому решат, конечно, комиссия конкурсная, кто более достоин, но то, что я буду участвовать в этом процессе, безусловно. Ну, вот один только вопрос. Понятно, что планов может быть громадью, а где деньги-то брать? Вот, может, у тебя есть видение, как пополнить бюджет города? Деньги брать, но есть много способов привлечения внебюджетных средств. Имеется в виду, необходимо развивать институт государственно-муниципального частного партнерства. То есть государственное частное партнерство, муниципальное частное партнерство, законодательные акты на федеральном уровне приняты, институт концессии, то есть те, значит, коммуникации, которые у нас в плохом состоянии, нужно, значит, реализовывать их модернизацию, ремонт с помощью привлечения инвестиционных ресурсов. Ну, очень много их за эту передачу не расскажешь. Я подготовлю серьезную презентацию на простом, доступном для каждого Барнаулица русском языке, доведу до всех через сеть интернет, потому что, наверное, не будет у меня возможности два часа рассказывать или три по телевизору, как-то все сделать. И я готов их реализовывать, главное, чтобы оказали доверие мне Барнаулице. Ну и последний, Катенький вопрос. Стартовала, в принципе, уже предвыборная кампания в Госдуму. Ваша партия как-то готовится поддержать своих кандидатов? Ну, конечно, мы будем участвовать по всем кругам, и у нас будет список, и все кандидатуры у нас согласованы с Центральным аппаратом. И когда придет время, мы назовем фамилии. Поэтому мы будем участвовать очень серьезным образом и надеемся, что нас поддержат. И мы готовы работать на благо жителей города Барнаула, Алтайского края. И я считаю, что мы в Краевом законодательном собрании самая результативная, самая опытная и самая креативная, грамотная фракция. То есть больше нас никого нет, поэтому поддерживайте нас, и тогда можно надеяться на позитивные изменения в жизни каждого человека. Большое спасибо за беседу. Да, пожалуй. Я напоминаю, что у нас в гостях был заместитель руководителя фракции ЛДПР в Краевом парламенте Андрей Щукин. Спасибо за внимание, до встречи.